Здравствуйте, уважаемые посетители Фонтанки Офис! В эти дни 1833 года в Санкт-Петербурге появился новый сервис «Городская почта» для пересылки писем в черте столицы. Многие решения, которые были задействованы тогда, могут быть использованы и поныне. «Городская почта» – прежде всего сервис, который могут оказывать одни горожане другим. Вообще-то идея «Городской почты» не так проста. Свои важные сообщения богатые люди всегда посылали с помощью курьеров, равно как и власть придержащие. А прочие жители могли сходить сами или отправить записку с оказии, если они, конечно, умели писать. Однако развитие общества привело к тому, что и буржуазия, то есть средний класс того времени, стал испытывать потребность в отправке сообщений, приглашений, поздравлений, контрактов в черте города, а нанимать курьера казалось делом слишком расточительным. Поэтому в 1680 году в Лондоне появилась специальная частная служба, которая принимала за небольшую мзду почтовые отправления и развозила их по адресатам. В России это дело пошло в рамках государственно-частного партнерства. Столица была разделена на 14 кругов, в которых на конкурсной основе было выбрано 45 пунктов приема писем. Эти пункты были, по сути, лишь отдельными прилавками с большим почтовым ящиком, которые располагались в популярных лавках и магазинах, торгующих, как тогда говорили, с утра до ночи. Служащий принимал письмо, укладывал в конверт, принимал плату 20 копеек и отпускал письмо в почтовый ящик. Если отправлялась визитная карточка или записка без конверта, то плата была в половину меньше 10 копеек. Три раза в день специальные люди обходили эти пункты приема, собирали письма, относили на почтамт, где их сервировали и затем разводили по округам к адресатам. Приемщики почты были нужны, поскольку еще не было ни марок, ни штемпельных конвертов. С их же проявлением пункты приема сменились с уличными почтовыми ящиками и пунктами продажи этих самых марок и конвертов. Примечательно, что еще многие десятилетия люди предпочитали относить письма в почтовые ящики, которые были установлены или же на почтовых отделениях, или же в помещении каких-то других учреждений, ну или, допустим, магазинов, так как считалось, что так надежнее, нежели кидать письмо в жестяной ящик на улице. Многие такие ящики изготавливались, я имею в виду те, кто стояли в помещении, из ценных пород дерева и красиво украшались. Они исчезли только в 80-е годы 20-го века. Что интересно, эта почта не была рассчитана на отправление денег или посылок. Однако идея приема и выдачи отправлений в торговых точках не исчезла и стала актуальна с развитием торговли по каталогам и особенно с появлением интернет-магазинов. Сейчас во многих странах вы, купив товар в сети, указываете местом доставки либо автоматический терминал, стоящий в торговом центре, либо даже магазин или автозаправочную станцию, где вам выдадут с вашу посылку их служащие. Все сервисы в одном месте, так старая идея возродилась на новый лад. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами, с вами был Архивариус Фонтанки Офис, Константин Ранкс. Продолжение следует...